Здравствуйте. Здравствуйте всем. Надеюсь, меня слышно. Спасибо, Павел Юрьевич, за то, что пригласили. Я думаю, что это действительно важное дело интересное, про которое мы будем говорить. Хотя тема, может быть, кажется такая уже довольно избитая, но тем не менее, я думаю, что я что-то новое для вас все-таки расскажу. Официально, да, действительно, вебинар называется «Как сделать презентацию красивой и эффективной», но, в общем, у нее есть неофициальное название, которое вы видите на этом слайде. Красота – страшная сила, потому что, на мой взгляд, конечно же, когда мы говорим с вами о презентации, о том, что мы показываем своим слушателям, своим ученикам, своим студентам, это, конечно, те вещи, которые должны быть визуально привлекательны и, самое главное, удобны для понимания. Потому что очень часто мы сейчас с вами посмотрим это на примеров, очень часто презентация может отвлекать, причем достаточно сильно отвлекать, скажем, студента от материала. Я сразу скажу пару вещей. То есть ключевые элементы я в конце расшарю вам такую ссылочку, и там будет файл, в котором будут ключевые моменты моей презентации, поэтому это можно будет взять. Там по поводу вопросов, в целом, можно, конечно, задавать вопрос по ходу, но я все-таки на основную массу вопросов я буду отвечать, видимо, в конце, для того, чтобы по ходу шел, мы с вами немножко не отвлекались. Про себя скажу буквально пару слов. Я преподаю в Режнуральском государственном университете в городе Челябинске на кафедре серии технологических и художественных материалов. Я действительно член нескольких ассоциаций, соединенных с дизайнерами России, Американской ассоциацией дизайнеров АИКа, Международной ассоциацией типографов, ну и плюс у меня есть еще некоторые статусы компании Adobe, в частности Adobe Education Trainer, которым тоже финал Пайл. Поэтому я занимаюсь, собственно, образованием, дизайном и другими его аспектами достаточно уже много лет, лет 20. Собственно, давайте теперь мы с вами начнем. Итак, красота – страшная сила, и поэтому, я думаю, мы с вами все прекрасно можем оценивать практически все вещи с двух позиций. Страшно это или красиво? Иногда бывает страшно красиво, иногда бывает так страшно, что красиво, а бывает и некрасиво, и не страшно. До одного вы еще не дошли, до другого вы уже тоже опоздали. Поэтому смотрите, я сейчас буду показывать несколько примеров презентаций, это будут 4 примера, и прошу вас внимательно посмотреть на них, я их показываю специально в виде видеозаписи, для того, чтобы вы увидели все анимационные эффекты, которые существуют. И мы с вами попробуем оценить в конце каждой из этих презентаций для начала, в общем, как для вас это – страшно или красиво. Итак, первый пример. Презентация по основам риторики. Она прогоняется в достаточно быстром темпе для того, чтобы вы увидели, как это сделано преподавателем. Посмотрите на то, насколько удобно вам воспринимать информацию, все ли на месте, все ли вам понятно. Может быть, какие-то элементы здесь вам кажутся лишними, может быть, какие-то элементы наоборот, та же самая анимация, она очень нужна здесь. Посмотрите на всю эту презентацию, которую мы сейчас с вами смотрим, и давайте после того, как мы ее сейчас все увидим, мы попробуем оценить, все-таки, насколько это страшно или красиво. Я бы советовал здесь еще подумать об одной вещи. Подумайте о том, насколько, вообще говоря, тема этой презентации, да, вы видите, это теория аргументации, насколько правильно, на ваш взгляд, подобраны шрифты, насколько это способствует восприятию, насколько это удобно. Успеваете ли вы охватить всю информацию? Понятно, что данная презентация идет в достаточно быстром темпе, для того, чтобы мы с вами уложились в то время, которое у нас с вами есть, но все-таки, чтобы вы увидели эти элементы. Насколько она наполнена информацией, насколько эта информация легко и быстро воспринимается. Ну что ж, вот мы посмотрели, я сейчас включу опрос и попрошу вас в этом опросе проголосовать за эту презентацию, выбрав один из трех вариантов. Пожалуйста, проголосуйте, выбрав страшно, уже не страшно, но еще не красиво, красиво, или же как-то, ну или на каком-то из этих вариантов. Я смотрю, у нас там 15 человек просовало, 19-20, и сейчас, я надеюсь, мы увидим некую статистику, которая будет отражать, ну, какое-то восприятие нашей аудитории. Еще буквально несколько секунд, для того, чтобы все успели проголосовать. Павел, можно чуть-чуть погромче сделать? Погромче? Да, звук погромче. Сейчас лучше? На центральной панели, там можно чуть-чуть движочек поднять, наверху, там, где нарисован микрофон. А, ага, сейчас. Ну, не доста... Так лучше? Да. Ну, не доста... Вот так. Да, да, хорошо. Все, хорошо, я так оставлю. Все, спасибо. Окей. Ну, вот у нас 51 человек уже проголосовал, давайте остановлю опросы и покажу вам результаты. Смотрите, да, в общем, большая часть сказала, что, в общем, у нас 20% высказали, что страшно, 70% сказала, что уже не страшно, но еще не красиво, и примерно 10% за то, что красиво. Ну, на самом деле, на мой взгляд, конечно, это там, я согласен с большинством, да, может быть, уже не страшно, но и еще не красиво. Пример номер два. Да, у меня здесь есть, кстати, на самом деле, вот примерно те слайды, которые вы видели. Я немножко возвращаюсь к этой презентации, я бы, наверное, отметил вот этот вот слайд, который у меня вот здесь в центре с анимацией того, как происходят элементы. Вот эти вещи, наверное, как раз они были сделаны уместно. В некоторых случаях анимация, я думаю, вам мешала так же, как и мне. Окей, пример номер два. Мы с вами в достаточно быстром темпе, я думаю, пойдем для того, чтобы все устоять. Вторая презентация. Смотрите, это школьная презентация. Обратите внимание на пишущего человечка наверху. И тоже думайте о том, страшно, красиво, какие элементы, на ваш взгляд, сделаны хорошо, какие нет. Обратите внимание на качество изображений, которые использованы. На то, сколько текста у нас с вами там есть. И посмотрите на человечка слева внизу, тоже прекрасно слышите. Окей. Второе голосование. Точно так же по принципу страшно или красиво. Или, в общем, не страшно и красиво. Давайте попробуем проголосовать второй раз за вторую презентацию. Вот так. Ну, вот еще буквально там секунд пять я дам на то, чтобы проголосовали. Оставшиеся зрители. И мы с вами посмотрим на результаты. Окей. Ну, вот 55 человек у нас проголосовало. Давайте я сейчас установлю опрос и покажу результаты. Смотрите. Смотрите. 50% за то, что страшно. 47% за то, что уже не страшно, но еще не красиво. И по-прежнему где-то 10% за красоту. Сравнивая две презентации между собой, мы с вами видим, что, в общем, первая презентация была менее страшная. Хорошо. Я, наверное, соглашусь. Меня здесь смущает очень много градиентов в этой презентации. Меня смущает такой ядреный цвет, не очень хорошее качество изображения. Хотя, в первую, она тоже была местами не очень хорошая. Вот. Ну, и некоторые элементы также. Окей. Идем дальше. Да, напоминаю, вот как выглядела эта презентация в слайдах. Всего вы видите здесь гораздо меньше слайдов, чем в той, которую мы с вами видели до того. Но анимацию у нас с вами по-прежнему здесь есть. И это такая какая-то любовь, видимо, у нас у многих преподавателей в том, чтобы воспользоваться анимацией. Третий пример. Третий пример. Давайте посмотрим тоже видео презентации. Некоторые преподаватели используют звуковые эффекты в презентациях. Поэтому здесь есть звуковые эффекты. Вы сейчас их услышите. Да, и здесь вопрос еще вот слева был от Александра Александровича Андреева насчет того, что значит страшно. Я думаю, что сейчас я пока не даю никаких конкретных определений, там страшно или красиво. Я думаю, что каждый для себя как-то определяет это восприятие. Для вас как эта презентация выглядит на самом деле. Страшная она или красивая? То есть считаете ли вы это примером хорошего эстетическому, которым стоит показывать другим людям и чтобы они равнялись на это? Как лучше образцы, например, графики? Предположим, там, не знаю, собрание Эрмитажа. Или же вы все-таки считаете, что, в общем, до Эрмитажа мы пока не дотянули в эту презентацию? Окей. Третья презентация. Давайте посмотрим. Опять же подумайте о том, что здесь происходит, насколько это работает на задачу, то, как выглядит все оформление. Насколько вам удобно потреблять эту информацию, в том виде, в котором она сейчас представлена. Смотрим, прекрасные звуковые эффекты. Действительно, тут вот в комментариях Наталья Михайловна пишет про то, что там тетрадь лишняя. Согласен, мы сейчас с вами, собственно, об этом будем говорить. У нас еще один пример, и дальше я буду уже говорить о очень конкретных элементах. Здесь, в этой презентации, конечно, человек постарался, он сделал очень много. Вы видите, тут прямо всевозможные виды анимации, какие могут быть. Наверное, использовал все возможности, которые существуют. Небольшой комментарий для Марии Васильевны. Мы не выбираем из этих презентаций самую страшную. Мы с вами оцениваем эту вещь просто вместе. Нет, насчет того, что презентацию делали школьники, нет. Это презентации делали не школьники, это все презентации, которые делали преподаватели. Разные, по разным предметам. То есть это не презентация школьников. Окей, давайте еще одно голосование по, собственно говоря, вот этой третьей презентации. Опять же, такой же опрос, как для вас. Страшно это? Не страшно, но красиво? Красиво, может быть. Может, вы считаете, что ровно такими и должны быть презентации? Как то, что вы сейчас увидите. Я тоже примерно сейчас еще пару секунд дам на то, чтобы проголосовали. Да, примерно где-то на 55 человек останавливает этот опрос, потому что, чтобы мы с вами видели примерно похожую картину. Ну вот, смотрите. Результат нашего голосования с вами таков. Пополам практически, да, там 45% за то, что страшно, 45%, что уже не страшно, но еще некрасиво. И 10% за то, что красиво. То, что вы говорите в комментариях, я совершенно поддерживаю, что слишком много лишних движений, прекрасный звук. Да, действительно. Да, действительно, там папа Саша говорит, что одно из первых, что показывает на курсах ПК анимацию, это прекрасно, что показывает анимацию, но вопрос, для чего мы с вами эту анимацию используем. В нашем конкретном курсе. Четвертая презентация, которую я вам покажу. Вот. Прекрасная, конечно, вот эта презентация. Мне больше нравится, конечно, вот этим клепартом, который использован здесь. Да, я помню этот клепарт времен, если не ошибаюсь, офиса 97. Вот это когда-то тогда было, лет 20 назад. И тогда это, может быть, был какой-то такой очень продвинутый вариант. Но сейчас, собственно, уже, наверное, надо как-то, в общем, 20 лет уже прошло, надо переходить к чему-то другому. Еще один пример, еще одну презентацию покажу, и дальше буду говорить уже о принципах, на которые нам нужны опираться для того, чтобы, в общем, как-то сделать это лучше. Четвертый пример. Презентация, тема, которая достаточно актуальна, там, посвященная войне, отечественной войне. У нас каждый год, в целом, проходит в школах уроки на эту тему. Вот для того, чтобы посмотреть. На материалы. Она не очень большая. И я понимаю, что сейчас, конечно, эта презентация, она как-то уже без прекрасных звуков, которые у нас были, в общем, оказалась несколько скучной. Но давайте все-таки попробуем проголосовать все-таки по поводу страшно, красиво или не страшно. Но еще не красиво. Да, еще где-то секунды две-три на то, чтобы проголосовали. Хорошо, но как раз на тексте нет. Заголовков к слайдам. Или это не обязательно? Я сейчас отвечу на этот вопрос. Ну вот давайте. Сейчас я остановлю вопрос как раз. Сейчас мы с вами уже можем посмотреть на результаты. Смотрите, в общем, после предыдущей презентации я понимаю, что, в общем, эта презентация, конечно, набрала там 46% за красоту. То есть это самая красивая презентация получилась у нас с вами из всех четырех, потому что если везде было там где-то по 10%, то здесь мы с вами получили аж практически 46%. За страшно здесь было всего там 6%. Ну, уже не страшно, еще не красиво, примерно половина высокой. По поводу этой презентации. Действительно, вот эта презентация, которую мы с вами сейчас увидели, она из всех тех, которые мы с вами видели, четырех, наверное, самая удачно сделанная. Здесь нет гигантского количества ребящих эффектов, хотя они здесь есть. Здесь есть другие огрехи, поэтому я бы, конечно, сказал, что это уже не страшно, но еще не красиво. И для того, чтобы мы с вами начали разбираться о том, как оценить, на какие принципы мы должны опираться, делая презентации, собственно, давайте мы с вами перейдем к тому, чтобы воспользоваться одной из методик. И я одну из этих методик вам приведу, мы с вами ее попробуем на одном слайде, но прошу вас ее запомнить, потому что эта методика на самом деле очень хорошо подходит не только к презентациям, к слайдам, но и вообще ко всему контенту образовательному, который мы с вами делаем. Смотрите, по поводу 5 почему. Это известная техника, которую я предложил в свое время компания Toyota. И компания Toyota говорила о том, что для того, чтобы найти причины каких-то неполадок или еще что-то, надо 5 раз задать почему к конкретному вопросу. То есть для того, чтобы найти методику оценки причин наследственных связях, мы сейчас с вами попробуем на конкретном примере, вот на этом слайде. Давайте посмотрим на элементы и попробуем понять. Вот смотрите, у нас с вами слева есть человечек такой с поднятой рукой и, собственно говоря, с лампочкой в голове. Почему он у нас с вами здесь? Что он тут делает? Почему? Для чего он нужен? Как вы считаете? Можно какие-нибудь комментарии написать в чате. Нужно для того, чтобы обратить особое внимание. Окей, привлечь внимание. Для чего нам нужно привлечь это внимание? Для чего нам нужно привлечь внимание? Оживляет. Важная информация. Важная информация. Для чего нам нужна акцентирование вот этой важной информации человечеком, который стоит рядом с устройством системной платы, мы рассмотрели. Что мы узнали, чтобы слайд оказался не пустым. И вот, в общем, мы начинаем использовать почему для запоминания. Что мы запоминаем? Человечек мы запоминаем или какой-то элемент? Ключевые термины. Если вы помните эту презентацию, в этой презентации у нас все было с ключевых терминов. То есть, каждый раз нам нужно было бы ставить этого человечка тогда, если мы говорим о системе. То есть, видите, задавая вопросы, почему, 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 мы с вами можем попытаться понять, а для чего он. Если мы понимаем, что он просто для красоты, чтобы было, чтобы занять дырку, то, в общем, надо убрать. Для эмоциональности. Ну, в общем, знаете, такая история, наверное, эмоциональность это хорошо, она должна быть уместной, а если вы помните, там еще звуковые эффекты, это был, в общем, приказ. Вот. А мешает тетрадь тоже. Для чего тетрадь? Точно так же можно задать вопрос. А для чего нам здесь тетрадь? Что она здесь делает? Опять же, для оформления. Да, как бы для того, чтобы была какая-то красота. Все. То есть, это можно убирать тогда. Значит, она нам не нужна. Поэтому, коллеги, ключевой принцип, который нам с вами нужен. Человечек в данном случае не обозначает пункт 1 на предыдущем слайде, если вы помните, там был отдельно. Пишите в тетрадь. Прекрасно, да. Если вы помните, вначале там был специальный слайд, такой с дядькой слупой, который издавал какой-то странный звук, в котором написано, что все надо переписать в тетрадь из этой презентации. Вот. Но, в общем, это тоже какая-то история не очень удачная. Итак, ключевой принцип, который нам надо следовать, когда мы думаем о том, что будет в презентации, какие элементы мы будем туда применять и как будем делать. Но прежде чем сказать ключевым принципам, я задам вам вопрос. Что, в общем, вот у этих двух предметов, на ваш взгляд, которые вы видите на экране? Можно в тщате написать ответы. Создан для удобства. Так. Инновационность. Илюстрация. Я бы мог, конечно, еще здесь задать вопрос, а в каком году сделала каждый из этих предметов, хотя бы примерно, можете мне сказать. Вот левый и правый. Хотя бы там. Ну, век понятно, я думаю, да, какой, но в общем. Примерная дата можете оценить, коллеги? Функциональность, да, согласен. Спасибо за времяпрепровождение. Левый, начало двухтысячных, правый, 2010-й. Первый, середина 20-го века. Так. Ага. Вот. Нулевые годы. Оба. Прекрасно. Оба около 2010-го. Еще какие-то есть версии? Все, в общем, где-то про 2010-е. Ну, что ж, я сейчас скажу просто про эти два предмета и дальше уже перейду к принципам. Справа, если вы узнаете, это, в общем, продукция компании Apple, iPhone, да, и это примерно где-то, да, в 2010-е годы. Слева видите стул Барселона, созданный Миссом Мандероя в 1929 году. 90 лет назад. Чтобы вы понимали, что вещи, они сохраняют вид совершенно современных. Почему? Потому что, совершенно правильно сказал Светлана Вячеславовна насчет функциональности и насчет того, что в них нет ничего лишнего. В них есть ровно те элементы, которые нужны для работы. И вот этот подход, функциональный подход, да, такой, когда мы думаем о функции, не о украшательстве, да, о том, чтобы надо сделать как-то живенько, да, а именно о функции, вот на него мы и должны опираться. Людик Мисс Вандероев в те годы как раз сорвнил один из принципов, он называется Less is More, он дальше был известен под другими какими-то вариантами названий, например, в компании Lockheed был предложен принцип KISS, и многие программисты его знают, Keep it Simple Stupid, в 1960 году, но я обычно привожу цитату из Антуана де Сент-Экзюпери, не из маленького принципа, а из другого произведения, в котором написано, что совершенство достигается не тогда, когда уже нечего прибавить, но когда уже ничего нельзя отнять. То есть вот в тот момент, когда вы выкинули все, что можно, да, по максимуму, и вы больше ничего убрать не можете, потому что это ухудшит передачу содержания, изменит там смысл или еще что-то. Вот в этот момент как раз вы и получили ровно ту презентацию, которая должна быть. Как использовать этот подход, да, то есть с тем, что лучше Less is More, да, то есть меньше элементов, но это более важно. Сейчас будут некие комментарии про вот эти ключевые принципы, я специально вам сейчас открою доступ еще к файлу, PDF-ник вы сможете его скачать, он называется ключевые принципы, о которых я сейчас буду говорить. Давайте мы посмотрим с вами на пример, что здесь, да, если я попробую попытаться понять, что здесь лишнее вот на этой презентации. Смотрите, какие-то вертикальные элементы, да, вот эта вот полоска, вертикальная полоска, горизонтальная полоска, они ничего нам не добавляют, да. Где-то маркер, где-то цифра, да. Это сложная конструкция с маркерами. Можно ли их упростить? Можно. По крайней мере, убрав полосу, уже будет лучше. Вот. Маркеры, может быть, нужны, но, может быть, стоит разбить эту мысль на несколько лет. Другой пример. На этом слайде. Давайте подумаем, что здесь реально нужно. Реально здесь нужен только текст. Вот этот элемент не нужен. Картинка в фоне, которая стоит, показывает там видеоконтроллер, видимо, хотя, судя по картинке, это, по-моему, материнская плата. Ну вот, она стоит фоном и только загромождает изображение. Про тетрадь мы с вами уже поговорили. Вот. По поводу текста не нужен. Схема, да, совершенно верно. Я помню, там была схема отдельно. Но если мне нужно как бы все-таки дать определение, ну, хорошо, текст, может быть, я бы оставил. И, наконец, здесь. Давайте посмотрим, что здесь нужно, а что нет. Вот эти полосы, синее пятно, которые здесь, не нужны. Да, вот эти рамки голубые, которые там как-то обводят, наверное, тоже не нужны. Вот. Картинки, может быть, можно убрать. То есть, да, совершенно верно. Шаблон здесь можно спокойно убрать и ничего не продумать. Согласен, да, то есть много разных эффектов, плюс тут еще объем и, в общем, дополнительный элемент. Либо другой шаблон можно использовать, да. Ну, шаблоны всегда видно. Важно, чтобы вы их использовали так, чтобы это было необходимо. Итак, базовые принципы, о которых мы должны думать, когда мы делаем любую презентацию. Я буду говорить более подробно о принципах в понедельник. И там их будет пять. Я буду рассматривать их на примерах и о том, как их можно применять. Но два ключевых элемента я сейчас выделю. Это ритм и подобие. У нас с вами вся конструкция должна быть ретвичная. Слайды должны быть подобны друг другу для того, чтобы человек легко ориентировался и понимал, что у нас происходит. То есть, вы показали им первый слайд, второй, третий. Он уже понимает, как организовать пространство в полосе. И ритм заключается в том, что мы должны выстраивать элементы с определенной иерархией так же, как в музыке. Мы не можем произвольно как-то бросить, нажать на какие-то клавиши на фортепиано и получить хороший звук, какую-то понятную мелодию. Мы должны думать о ритме, о том, как мы это выстраиваем в виде слайдов и всего остального. Вот здесь очень кратко, очень сжато. Разные принципы работы с разными элементами, о которых я сейчас скажу. И потом я покажу уже пример того, как мы можем конкретную презентацию исправить. И мы с вами дальше попробуем посмотреть на нее, подумать, насколько она стала лучше или нет. Смотрите, принципы работы со шрифтом. Первое. Самое главное, когда выбираете шрифт. Выбранный шрифт должно быть легко читать. То есть, шрифт должен визуально быть удобно читаемый. И кегль шрифта задает ритм. Смотрите. 4, 3, 6, 48, 60. То есть, вы выбрали шаг 12. Используйте шаг 12 для использования в кегле. Не надо использовать 24 и там 26, например. Потому что они похожи друг на друга, но выглядят как дребезь. По поводу кегля шрифта для текста. Я всегда говорю, что не надо делать меньше 24 пунктов, потому что иначе вы туда пытаетесь засунуть очень много текста. А это не очень хорошо. Дальше. Третий принцип. Не набирать весь текст заглавными буквами. Я думаю, что эта вещь, наверное, уже должна навязываться как оскомина, но тем не менее. Когда вы набираете все заглавными буквами, это читается гораздо сложнее. Потому что мы воспринимаем все-таки выхват... Даже при том, что мы читаем все-таки по слогам выхваты целиком образ слова. Но когда вы пишете заглавными строчными буквами, проще распознать деталей больше, чем когда вы набираете все заглавное. Второе. Еще четвертый принцип. Больше воздуха. Не надо пытаться заполнить слайд так, чтобы казалось, что вы засолили капусту или положили селедки в бочку. Воздух должен быть для того, чтобы человек спокойно перемещался от одного элемента к другому, прочитывал. И это, опять же, задает некий ритм. И пятый принцип, про который, опять же, видите, с восклицательным знакомым пишу, изменение размера черта только пропорционально. Если помните, та же самая Великая Отечественная война, который, вот слайд, который я показывал перед этим, там все это вытянуто вертикально. Значит, можем ли вы оценить этот пример как надо? Ну, я думаю, что в какой-то момент можно смотреть на эти, на минимальные варианты. На самом деле, как бы, если не знаете, как делать, делайте классику, и будет проще. Ну, здесь не все так просто, на самом деле, в этом слайде, который вы видите. Но, тем не менее. По поводу подбора цвета. Много цветов действительно мешает, хотя, поэтому чаще всего я советую вам так. Ограничиться по тремя разным цветам. Я вижу вопрос по поводу засечек, я сейчас про них скажу. Вот. Три разных цвета, да, вполне достаточно чаще всего. Я могу сказать, у меня есть презентации, в которых я использую по 6-7 цветов, но вы должны очень четко понимать, для чего используется этот цвет. Если вы просто для того, чтобы здесь было нарядно, возьмите три цвета и тремя пользуетесь. Один цвет для фона, второй цвет для текста, третий для выделения. Все. Лучше-меньше, будет лучше. Если хотите подобрать какую-то интересную цветовую гамму, есть сайт, который называется coloradobe.com, есть другие сервисы для подбора цветов. Я вам сейчас брошу ссылку на этот сайт в чат, вы можете потом посмотреть. Там есть прям прекрасная схема для подбора. И уже готовая схема, а вы можете даже загрузить туда какую-то картинку и с этой картинки подобрать конкретные цвета. По поводу засечек. Отвечаю так, кратко и быстро. Насчет того, что должны быть засечки или нет. Если у вас достаточно много текста, лучше с засечками. На самом деле, должны быть засечки или нет, это определяется характером, на мой взгляд, презентации, характером того материала, который вы делаете. Если у вас хороший шрифт, засечки не помеха. История про то, что там без засечек читается лучше или с засечками читается плохо. Ничего подобного. Все зависит от того, какие шрифты конкретно вы выбираете. Я могу привести такие и такие примеры, которые будут выглядеть ужасно. В данном случае, если вас интересуют шрифты, которые здесь используются, здесь используются на Georgia, здесь нет никаких сверхъестественных шрифтов. Georgia есть у каждого на компьютере, у которого есть Microsoft Office. Дальше. По поводу компоновки в слайде. Естественно, движение глаз по слайду. Сверху вниз. Для нас с вами, читающих слева направо, движение слева направо. Если по кругу, то чаще всего по часовой стрелке. Вот эти схемы движения, их и стоит использовать на слайде. Не так, чтобы человек бегал по всему слайду в разные углы и пытался увидеть, что же там происходит у нас с вами. Вот. Достаточно придерживаться хотя бы вот этих элементов. Еще один принцип. Не больше двух типов элементов на слайде. Например, текст и график. Текст и картинка. Не надо пытаться собирать все в одну посуду. Первый, второй, третий компот в одну посуду. В общем, ничего хорошего не будет. Принцип, который, наверное, провокандирует все, кто говорит про слайды. Всегда одна идея, один слайд. Пусть у вас будет больше слайдов, но вы не пытаетесь наполнить его очень плотно. Потому что, когда вы плотно заполняете, человек начинает отвлекаться и смотреть на какие-то другие элементы. И, конечно же, принцип использования сетки. Построите себе сетку и расставляете элементы по сетке. Я про это, может быть, чуть больше буду говорить в понедельник. Либо почитайте книги, например, того же самого Юзефа Миллера Брокмана про сетки. Сетки в графическом дизайне переводила Судя Лебедя на русский язык. Вполне очень хорошо. Принципы работы с изображениями. Не больше трех на слайде. Опять же, сразу говорю, что вот эти все принципы, которые я сейчас называю, это, ну скажем так, способы сделать проще и надежней. Если вы не очень понимаете или не чувствуете себя уверенным дизайнером, который понимает в том, что он делает. Лучше следовать этим принципам. Не надо смешивать разные стили изображения. У вас есть графика, используйте график. У вас есть вектор, у вас есть растер, ради бога. Но если вы используете одно изображение гравюрное, а другое изображение, нарисованное в каком-то современном стиле, да, или там 3D-мультяжку, как бы, то, в общем, оно вместе не будет стыковаться. Мы про это с вами поговорим еще в понедельник. Дальше. Унификация размеров, либо выстраивание иерархии. Да, не надо использовать кучу разных размеров, либо надо построить некую иерархию. То есть вот это главное изображение, это изображение там второго уровня, это третьего уровня, да, для того, чтобы мы понимали движение. Помните принципы компоновки, о которых я говорил. Наконец, по поводу смешивания в целом, да, скажем так. Есть одинаковые размеры, то тут все понятно. Ну и отказ от эффектов теней и перспективы. Да, отказ от эффектов теней и перспективы. Хочется, нарядности не надо. Будет проще восприниматься. Пара вопросов сразу по ходу. Проситки, кто автор. Сейчас напишу в чат фамилию. Йозеф Мюллер Брокман. Пардон, опечатался. Брокман фамилия. Йозеф Мюллер Брокман. Сетки в графическом дизайне, если не ошибаюсь, издавала студия Лебедева. По поводу использования на слайде один стиль или во всей презентации. Во всей презентации лучше. Если у вас нет задачи показать разные стили изображений в презентации, используйте один стиль. Вы выбрали классику, я буду делать сегодня все с гравюрами. И делаю все с гравюрами. Или в стилистике гравюрами. Или я сегодня делаю все в стилистике Маши и Медведь. И я делаю все в стилистике Маши и Медведь. Соответственно, мультфильма. Не пытаясь соединить гравюры Доре с Машей и Медведем. Потому что чаще всего получается плохо. Теперь, по поводу того, как добавить воздух на слайды. Почему выбрал, отвечу чуть позже, Анволь. Как добавить воздух на слайды? Сделать фон простым. То есть убрать какую-то лишнюю декоративность, которая там была бы. Убрать колонититулы, если они вам не нужны. Убрать заголовок, если вам заголовок не нужен на слайде. Убрать ненужный клип-арт. Опять же, вы видели там кучу разных элементов. И отделить заголовок от остального контента. Чтобы человек понимал, что это заголовок, а это не заголовок. Поэтому очень простые способы, которыми мы можем это сделать. Чаще всего, если вы ставите сложный фон, вы начинаете дальше бороться с текстом. Потому что на сложном фоне текст плохо заметен. Если сделать его однотонным, вам будет проще. Если вы используете клип-арт, вам приходится бороться с тем, чтобы эти элементы согласовывались и они не отвлекали внимание других элементов. Чего нужно избегать в презентации? Нужно избегать того, что презентация выглядит умной, но непонятной. То есть, если человеку становится неясно, что здесь происходит на слайде, но выглядит очень сложно. Я могу взять какую-то очень сложную схему, засунуть ее вот сюда, на слайд, и пытаться по ней определить. То, может быть, мне стоит показывать ее отдельными частями. Дальше. Второе. Дизайн слишком заметен. Если мы с вами видим дизайн, то, в общем, прямо дизайн-дизайн такой, то, в общем, это, видимо, не то, на что следовало смотреть. Мы все-таки пытались передать некое содержание людям. Они смотрят на то, как красиво это сделано. Знаете, великий Мэтью Картер, шрифтовой дизайнер, автор той самой Джорджии, которая здесь вот в этой презентации использована, он когда-то сказал, что, в общем, шрифт – это не красивые буквы, не набор красивых букв. Это все вместе красивый набор. То есть, если каждая буква сама по себе красивая, это не очень хорошо. Важно, чтобы они все вместе работали, и общее ощущение было правильным. Дальше. Форма важнее функции. Это тоже очень важно. То есть, когда вы вместо того, чтобы сделать функциональной презентации, начинаете увлекаться тем, как это выглядит. И продолжение, опять же, красивость важнее понятности. Вот этого надо избегать. Потому что я делаю нарядно, но это идет в ущерб пониманию. Значит, надо избегать. Я могу делать прекрасные презентации про какой-нибудь серебряный век русской поэзии, например, использую какие-нибудь сложные скрипты курсивные, но если это не читабельно, а мне нужно передать информацию человеку, то, соответственно, лучше уйти от этой идеи красивых кудрявых шрифтов, рукописных, но которые очень сложно разобрать. Важнее понятность, чем в данном случае очень красивый шрифт. Оставьте это для заголовков, используйте его в очень крупном кегле, для того, чтобы это были небольшие слова и легко прочитаны. Но основной текст таким делать нельзя. Наконец, украшательство вместо дизайна, когда мы думаем о том, чтобы сделать это красивенько, еще что-то добавить лишнее, вместо того, чтобы сделать хорошо. По поводу анимации звуков, я думаю, вы поняли, да, мы с вами видели анимацию и звуки. И я могу сказать, что практически всегда они анимации и звуки в 95% случаев в презентациях они просто не нужны вам. Чаще всего вот так. Функция бьет форму или наоборот? Функция важнее, чем форма. Потому что я говорю о том, что надо избегать того, чтобы форма была важнее функции. Функциональность. Форма следует за функцией. Ровно то, о чем говорил Мисс Вандерроя и все представители модернизма, скажем так. То есть форма следует за функцией. Хорошая табуретка. Это буретка с тремя ногами и плоская. Вот эти все красивые нарядности, это все ни к чему. Прекрасно. Ну что ж, как это использовать? Я сейчас покажу это на конкретном примере, поскольку, ну вот, у меня, я используюсь компьютером, я пользуюсь Mac, а не Windows, да, а Мерополис позволяет, к сожалению, расшаривать рабочий стол только с Windows. Поэтому я сделал специальное видео вот на этой презентации. Помните, она была четвертой, в которой я, собственно говоря, буду переделывать не всю презентацию, а только первые слайды. Я прокомментирую просто ход своих рассуждений и то, что происходит у нас. Так, смотрите, вот наша презентация в PowerPoint. Видите, у нас с вами было два заголовка, два заставочных слайда, да, видите, вот один и второй. Один явно лишний, мы можем его спокойно удалить. Теперь на этом слайде давайте уберем шаблон, потому что шаблон, собственно говоря, ну вот, вы помните, он здесь только лишний, да, и станет лучше. Смотрите, сейчас убираю шаблон, и уже стало почище. Теперь давайте посмотрим на шрифт. Вы видите, здесь шрифт уплющен, конечно, по горизонтали, то есть человек его стиснул. Я сейчас это возьму и, в общем, перенаберу. Ой, война не выделил. Но ладно, да, сейчас просто вставлю надписи, просто обычным шрифтом пока перенаберу надписи, чтобы не бороться с тем, какими там отступами. Я здесь попытаюсь все-таки как-то сохранить, наверное, ну, основную массу картинок, основные какие-то элементы стилистики, даже текст не сохраню, вот, для того, чтобы, в общем, это было видно. Да, с годом, наверное, то же самое надо сделать. Вот 1941-1945, я сейчас, наверное, вот так и наберу. 1941-1945, а ту штуку удалю. Вот. Посмотрим на картинки. В общем, три картинки, Георгий Стивен, поставим. Из двух картинок, наверное, надо оставить какую-то одну. Потому что, вы видите, они все примерно одинакового размера, ничего не видно. А если у вас очень хорошие картинки, то их стоит оставить. Да, шрифт, конечно, поменять. Можно подумать на что, но я в данном случае выбрал Вердану, она хорошо читается на экране. Шрифт без засечек, да, если вы видели, у меня тут были засечечки с сетчиками, я сейчас воспользуюсь без засечек, для того, чтобы подчеркнуть некую брутальность происходящего процесса. И, собственно говоря, войны. И, наверное, одну из картинок уберу, потому что она будет мешать. Вот. Поставим текст туда, картинку увеличим. И, смотрите, большая картинка сразу работает лучше. Конечно, вам придется здесь искать качественную картинку. Картинки, которые здесь, это ровно те картинки, которые были в презентации, поэтому я специально не подбирал ничего другого. И качество здесь, конечно, оно может страдать. Вот. Но нам с вами стоит следовать этому. Смотрите, поставили заголовок, поставили ленту вниз. Да, сейчас поставим рядом какие-то элементы. Вот. Поставим год, поставим Великая Отечественная война. И, смотрите, у меня образовалась некая вертикаль, относительно которой я его равнил. Я, наверное, вот вдоль этой вертикали сейчас и подчеркну ее, поставив заголовок и годы. Вот сюда, для того, чтобы мы с вами все это увидели. Вот. Да, Великая Отечественная война. Шрифт крупнее. Вы помните, я говорил о том, что, в общем, надо делать достаточно крупно. Годы сделаю еще покрупнее, для того, чтобы, в общем, с одной стороны их акцентирировать, с другой стороны сделать практически в ширину этой конструкции нашей. Обратите внимание, выравниваю их друг по другам и постараюсь выстроить вертикальную линию для того, чтобы ее подчеркнуть. Георгий исключительно оставил, хотя, в принципе, может быть, ее можно было и убрать. Да, совершенно. Смотрите, следующий слайд. Три маленьких картинки одинакового размера, которые не видны. Три блока с текстами. Я сейчас давайте разобью это на три отдельных слайда, для того, чтобы эта вся история была как-то лучше воспринимаемой. И вот, смотрите, сделал заготовочки. Сейчас просто скопирую какие-то элементы. картинку с текстом на один, потом на второй и на третий. Разберу просто вот этот готовый слайд. Я здесь еще подумал, конечно же, о том, как все-таки как-то поставить этот текст, потому что, посмотрев, например, на тексты, я могу подумать о том, а какая картинка подходит. Честно скажу, я бы, может быть, некоторые картинки заменил бы здесь, чтобы они как-то отражали содержание тех вот этих фрагментов стихов, которые здесь у нас присутствуют. Поэтому, в общем, я бы, конечно, посмотрел на них. Но вот по картинкам я, наверное, переставлю эти картинки между собой, потому что, ну, в общем, наверное, лучшие военачальников вот сюда, там, кускай назад истории, а про 41-й конец июня, да, ну, вот какие-то там все-таки бегущие солдаты. Вот с разгой, может быть, я посмотрел бы на тексты, выбрал другие вообще сами по себе изображения. И дальше, смотрите, я сейчас буду сознательно делать одну простую вещь. Я буду увеличивать картинки и как-то убирать лишний цвет, потому что для темы, на самом деле, вот Отечественной войны, вот эти вот там веселенькие, синенькие, красненькие, но, в общем, мне кажется, наверное, не очень подходит, да, как вот если мы пытаемся впечатлить, то, наверное, при черно-белых иллюстрациях, может быть, и текст стоило бы сделать черно-белый. Вот. Возьму Вердану, да, и здесь у нас с вами есть некая структура, да, у нас есть дата, которую мы хотим, чтобы люди запомнили, в 20-й и 41-й годах, и дальше акцентировать внимание на этом. Поэтому я сейчас построю некую иерархию из текста для того, чтобы эти вещи отструктурировать и дальше, соответственно, уже пойти. Значит, красный не веселый, а напоминание о войне. Смотрите, вот тот цвет красный, который был выбранный, он, в общем, не напоминание о войне, понимаете? Мне кажется, что, в общем, красный, здесь очень надо внимательно набирать красный, я бы брал скорее тогда бордовый или еще что-то, а на тексте это не будет видно, лучше тогда брать целую плашку красным цветом и набирать. Вот. Даты возьму сделаю крупнее, опять же, потому что у нас, вы помните, есть учебная история, то мне надо сделать акцент на, видимо, дате, для того, чтобы у меня мои ученики, в общем, запомнили эту дату. Вот. И дальше, собственно говоря, я подумаю о том, как поставить эти вещи, да, чуть меньше размер, чтобы не прилипало к краям, чтобы остался некий воздух. Вот. И дальше соберу еще какие-то слайды, и дальше это. По поводу картинок в лучшем разрешении согласен, Павел Юрьевич. Ну, вот я сейчас делаю на тех картинках, которые есть в презентации. Вот. Поэтому абсолютно согласен, что картинки надо брать в хорошем разрешении, но в конце концов зайдите в ту же Википедию, я думаю, что там есть картинки по теме отечественной войны, с лицензией там, либо Creative Commons, либо еще что-то. Абзацный выступ можно оставить. Смотря где, вот там, где я специально поставил даты, да, это осознательное решение, оставленное датой на предыдущем слайде, для того, чтобы акцентировать внимание, для того, чтобы дата и текст не слились в одну большую массу. Вот. Там это сделано специально для того, чтобы вывесить это. Вот. Вот так. Смотрите, здесь, поскольку это стихи, я решил взять Джорджию, но курсивную и жирную, да, для того, чтобы сохранить массу цвета и цветовую, да, чтобы она была сопоставлена как-то с картинками. И для того, чтобы сделать эти элементы точнее. Ну, вот видите, картинка оказалась больше, поэтому я ее, давайте, наверное, напущу пониже и как-то выстроим друг относительно друга. Да, сейчас, может быть, я там обрежу какой-то кусок с картой, вот, в итоге. Но, в общем, если я это сделаю, то я бы здесь, конечно, нужно поменял картинки, да, посмотрев опять же на текст. Ну, вот смотрите, видите, да, как это выглядит, если я обрезал. То есть есть какие-то военные, не видно вот этого стола с картой. Вот. Поэтому сделаю, наверное, вот так. Дальше, опять же, подвину картинку, уберу вот эти вот пустые, выравнивать зачем-то пробелами. Жирный курсив одновременно, хорошо ли это? Смотрите, на самом деле нет никаких правил по поводу того, что там жирный курсив не имеет права на существование. Мне нужна была некая масса сопоставимой с цветом. В данном случае, картинки, которые вы видели на предыдущем слайде. Если я сделаю это обычной Джорджи, это будет слишком светло и разваливаться, да, скажем. Я в данном случае выбираю именно одну, эту темную массу для того, чтобы подчеркнуть насыщенность. Помните, у меня там, кстати, тоже вердана жирная, да, потому что я акцентирую на этом внимание, да, как бы, поэтому я здесь именно из этих соображений. С тем, чтобы общий цвет, как бы, тональность моего изображения, она была близкой и похожей. Да, уберу вот это всякие разные лишние какие-то отбивки, там, ну, вот эта разрядка полтора, это, конечно, много, поэтому я настрою все-таки там с коэффициентом 1.1, с множителем, хотя я иногда использую не множители, а использую значения точно для того, чтобы поставить прямо конкретные пикселы и пункты и в конкретных пунктах, где-то все. Шифт без осечек, но курсив, ну, вот смотрите, вердана здесь, она смотрелась бы хуже, чем скажу, потому что для вот этого текста, который сейчас здесь есть, да, вот этих стихотворных строк, для меня Джорджия здесь, она ложится лучше, чем вердана. Можно ли брать разные шрифты или лучше выбрать один и тот же на везде? Смотрите, если вы не уверены в том, что хорошо будет несколько разных или нет, возьмите один шрифт и пользуйтесь им, максимум, там, курсив в нем, жирный в нем, там, или еще что-то, да, то есть одним шрифтом всегда это более надежно, чем думать о сочетании. Когда дальше освоите, будете понимать, как сочетать шрифты между собой, вот тогда уже можно будет их использовать. Я сейчас использую два разных, потому что у меня есть некая фактологическая часть, вы видите, да, она сделана верданной, и некие стихотворные фрагменты, да, я их сделаю, как бы отсылая к некой рукописной, что ли, составляющей, но не пытаясь имитировать рукописный почерк. Например, я мог бы взять там Comic Sans, но вы понимаете, в общем, не было бы ощущения, в общем, что я про войну, а не про что-то там веселое, хихиха-ха. Вот, поэтому выбор шрифта здесь тоже очень важен, именно с точки зрения того, чтобы не производить впечатления, которые, в общем, не стоит производить на зрителях. Да, сейчас вот сделаю еще, обрежу эти картинки для того, чтобы, в общем, было понятно, скадрирую их, да, чтобы было понятно, что происходит. Ну вот смотрите, я ставлю это вот сюда, да, и, собственно говоря, дальше вот у меня есть некие, там, элементы, которые теперь надо поправить по высоте, потому что, видите, у меня здесь разная высота, на разных слайдах, да, у меня картинок получилось. И я сейчас их просто буду приводить к некой одной высоте. И здесь специально не стал рисовать сходу сетку, хотя я мог бы нарисовать сетку и выставлять все эти изображения, четко по сетке, да. Здесь, видите, я вообще могу практически безболезненно обрезать справа кусок, потому что, ну, в общем, содержательно я ничего не потеряю от этого. В этом слайде мы с вами сейчас увидим, вот я сейчас откадрирую все эти картинки, и мы с вами посмотрим, как, собственно говоря, уже выставить, например, все полностью элементы, да, как показать, и посмотрим на всю презентацию целиком. Да, вот сейчас скадрирую так, чтобы они точно выставали на слайд. На самом деле это может быть не принципиально, потому что, когда вы будете листать, собственно, ровно так это и будет. Ну, вот смотрите то, что у нас с вами получилось из этой презентации. Ну, вот видите, анимацию я не убрал, единственное, да, как бы. Ну, вот у нас есть эти слайды с текстом. Изображение, конечно же, надо бы взять хорошие картинки с хорошим разрешением, но вот сейчас, да, давайте уберу эти, анимацию перехода, это, да, называется, вот. Я уберу сейчас все эти переходы между слайдами, да. Хотя данный переход, который здесь был, в принципе, он мог бы быть, но когда вы его много используете, он оказывается навязчивым, да, и человек уже смотрит и видит, что все это как бы по одной схеме, и это становится скучно. То есть 1, 2, как бы, это еще ничего, поэтому лучше вообще можно избавиться от них и вот сделать просто какие-то отдельные слайды. Ну, вот, смотрите, вот у нас получился новый вариант презентации, да, вы помните, какая она была изначально. Я вам сейчас открою голосование, да, как бы, и вот давайте попробуем посмотреть, вот эта новая версия, как она выглядит. Лучше, хуже? Страшно, может быть? Или еще, в общем, не очень страшно? Ну, вот. На том материале, который был, мы с вами сейчас, собственно говоря, старый, но на одном экране, да, согласен, но вот, к сожалению, нет у меня такого двух слайдиков рядом для того, чтобы поставить. Вот. Так вы понимаете лучше? Да, согласен. По поводу вытянутой картинки, да, Павел Ильич, тоже согласен. Скорее всего, она там такая была изначально, но я бы ее тоже заменял бы и посмотрел бы, да, то есть если это возможно, я бы ее поправил. Появился стиль, да, говорить о том, что, в общем, есть. Вот. Ну, вот, смотрите, у нас с вами где-то 48 человек проголосовало, да, сейчас еще пару секунд на то, чтобы, может быть, еще кто-то проголосовал, и мы с вами можем посмотреть на результат. Ну, вот, смотрите, мы с вами видим, 75% говорят, что стало красиво, 20%, в общем, что не страшно, еще не красиво, и, в общем, 6% за то, что страшно. Ну, в общем, про картинки абсолютно согласен, что картинки страшные, но я не ставил целью для того, чтобы их поменять, да, то есть наша задача сейчас была на том материале, который есть. Вот. По-моему, не хватает цвета, хотя, собственно, про трагичность, да, совершенно верно. Может быть, не хватает цвета, но в данном случае, насколько эта тема нуждается в цвете? Могу я здесь сделать там какой-нибудь яркий, розовый, яркий, желтый? Ну, видимо, нет, да, потому что тема не про это, да. Может быть, ближе к победе я бы начал водить цвет, да, скажем, но это зависит от того, как я выстраиваю в целом стратегию из этого. По поводу добавить фон, а какой фон, зачем, что он вам даст? То есть это красные гвоздички, а для чего гвоздичка вам на этом слайде? Гвоздичка вам нужна будет в конце, вот. Вот. Страшное впечатление от темы, да, возможно. Ну что ж, вернемся давайте к презентации, буквально последние вещи, про которые скажу. В общем, я еще один сайт я вам хочу показать, потому что бывает иногда так страшно, аж красиво, я вам дам ссылочку, вы потом посмотрите. А на него, да, это вот, у меня есть такая любимая штука, когда вот там, когда дико страшно, но красиво, вот, выглядит. И это такая определенная эстетика абсолютно, да, при том, что это сайт такой из дачи машин в аренду, вот. Это, конечно, в какой-то момент шутка, что это прямо все красиво-красиво, но, тем не менее, это и определенная эстетика, когда этого слишком много, вот этих страшных элементов, да, то, в общем, оно становится стилем. Но я бы не советовал эту вещь считать образцом того, что стоит показывать там студентам, школьникам или еще кому-то. Все, вот это то, о чем я сегодня хотел сказать. Показать вам на конкретном примере, как можно упрощая элементы, сделать все лучше, проще. Спасибо вам, я сейчас отвечу на вопросы. Если есть вопросы, давайте еще. Можно их писать и в чате, и в вопросы. Приведите примеры хороших презентаций. Ну, какие-то примеры я показал, я показал, как переделать, собственно, я думаю, что вы из этого уже что-то понимаете. По поводу того, что разные презентации используются для разного. Совершенно верно, да, в зависимости от цели вы используете, но цель презентации практически всегда донести информацию. насчет того, что я рекомендую использовать особый единый подход для разработки презентации разного вида или использовать разные подходы. На самом деле, общий принцип с тем, что нужна только функциональность, да, как бы чаще всего нужна функциональность, и чаще всего нужно понятное донесение информации, то здесь это единый подход. Конечно, если я делаю, например, научный доклад, то я все равно буду, на самом деле, стараться уменьшить, уменьшать количество текстов, уменьшать количество лишних элементов, потому что если я их не буду уменьшать, если я возьму, знаете, классический такой научный доклад, когда автор кидает там по 12 графиков на один слайд и дальше говорит, вот смотрите, видите, вот там вот небольшой какой-то элемент. Если нельзя это увидеть в общей картине, то зачем? Лучше акцентировать внимание на этих элементах. Вот. Я бы советовал вам эти вещи все посмотреть. Были еще какие-то вопросы, которые я здесь не ответил? Не вижу. Наверное, на все ответил. Павел Юрьевич, вы мне подскажите, если я вдруг на какие-то вопросы не ответил. Ну и коллеги, просто еще раз повторите его, для того, чтобы я... А, был вопрос еще, почему я выбрал, в общем, такую стилистику для презентации, да. Ну, собственно, стилистика такая была взята именно для того, чтобы вы посмотрели... Я специально стал делать здесь красоту красивую, что называется, да, потому что наша задача здесь поговорить про функциональность и про то, чтобы быть понятным. Вот. На самом деле у меня еще... Бывает еще один вопрос, который очень часто задают по поводу того, что, ну вот... Мне, на самом деле, часто задают вопрос, почему у вас презентация там с черным фоном? В данном случае, видите, там черный текст, белые буквы, а у меня бывают еще презентации с черным фоном и белые буквы. Я вам скажу, очень просто. Почему я делаю здесь, например, сейчас белую, а для, например, проекта я буду делать на черном фоне? По одной простой причине. Потому что на проекторе, когда вы используете черный фон, например, да, и белые буквы, у вас не видно доски, условно говоря. То есть вы видите только, у вас светится текст, у вас светится буква. Опять же, вы не пытаетесь нагрузить человека в визуальной части. Если я вот эту же презентацию выведу с проектора, будет не очень удобно, потому что будут яркие белые, которые будут бить по глазам. А с черным фоном это не бьет по глазам. В данном случае, опять же, вы смотрите на экране, и у вас, скорее всего, фон белый. Поэтому зачем мне какие-то элементы, которые бы явно отвлекали вас от, в данном случае, вашего монитора. Поэтому, собственно говоря, я из этого и сделал. Вот, коллеги, на этом у меня все. Если есть вопросы, пожалуйста, я хочу еще ответить. Вот, по поводу вебинара, да, второй вебинар у нас в понедельник. Я буду говорить про принципы более подробно, и мы попробуем сопоставить, да, потренироваться в принципах дизайна, как это используется. И я покажу несколько кейсов, в которых мы это используем. Вот так, спасибо вам, Павел Юрьевич. Продолжение следует... Продолжение следует...